В пятницу в администрации состоялась 41-я сессия Совета народных депутатов Кашхабльского района. В работе сессии принял участие глава района Заур Хамирзов. Всего депутатами было рассмотрено 9 основных вопросов и один дополнительный. По первому вопросу с отчетным докладом о деятельности контрольно-счетной палаты за 2021 год выступила председатель счетной палаты Светлана Ворокова. Планом работы на 2021 год было предусмотрено 33 мероприятия, из которых 5 контрольно-ревизионных, 10 экспертно-аналитических, 18 внешних проверок отчетов о исполнении бюджетов и исполненных образований. План работы отчетного года с внесенными изменениями выполнен в полном объеме и установленные сроки. Результаты проведения контрольно-аналитических мероприятий оформлены 5 актами, экспертно-аналитических мероприятий, 28 заключения. Всего в отчетном периоде в ходе плановых и неплановых контрольных мероприятий было проверено бюджетных средств в общей сумме 48 млн 640 тысяч 700 рублей. Из них в ходе плановых 29 млн 248 тысяч 300 рублей и в ходе внеплановых в сумме 19 млн 392 тысяч 400 рублей. Общая сумма выявленных нарушений составила 2 млн 15 тысяч 10 рублей или 4,2% от проверенных средств. Основные итоги работы контрольно-аналитической палаты представлены на слайде в виде таблицы. Кроме плановых контрольных мероприятий, сотрудники такой счетной палаты муниципального образования Кышхабовский район с января по апрель 2021 года приняли участие в совместном с контрольно-счетной палатой Республики Адыгея, в котором на ревизионном мероприятии проверка законности результативности, эффективности и экономности использования в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, средств республиканского бюджета Республики Адыгея в 2019-2020 годах в рамках регионального проекта формирования комфортно-городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Объектом проверки была администрация муниципального образования Кышхабовский район. В рамках данного контрольного мероприятия проведены две встречные проверки в администрациях поселений. Это муниципальное образование Кышхабовское сельское поселение и муниципальное образование Майское сельское поселение, по результатам которых составлены два акта Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 3-1 августа 2001 года и выборочная проверка соблюдения норм действующего законодательства в сфере закупок лекарственных препаратов для нужд ГБУС Республики Адгея Кашхабльской ЦРП за 4 квартал 2020 года. Результаты проведенных в Контрольной Палаты мероприятий доведены до сведения прокуратуры Кашхабльского района в виде справок и информации. За 2021 год Контрольной Палаты с учетом внесенных изменений было проведено 5 плановых контрольных мероприятий на общую сумму 29 248 300 рублей. Это проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального задания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Кашхабльский район детский сад номер 5 в Санадах за 2020 год. Проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального учреждения детский сад номер 6 в Солнышко 2020 год. Далее, поскольку мы входим в Совет контрольных органов Республики Адгея в августе 2021 года на заседании Совета было принято и подписано решение о параллельном контроле мероприятий. Это по теме использования средств на бесплатное питание обучающихся первых 11 классов именно по району. Здесь объектом проверки было управление образованием администрации муниципального образования Кашхабльский район. В ходе этой проверки были проведены также две встречные проверки. Мы проверяли муниципальное бюджетное образовательное учреждение среднего образовательного школы номер 3 имени первого президента Республики Адгея Джаримова Аслана Алиевича и Муниципальное бюджетно-общеобразовательное учреждение Муниципального образования Башхабрский район, Средняя общебразовательная школа номер 5 имени Героя Советского Союза Алия Исуфовича Кошева за 2020 год. По результатам проведенных в 2021 году мероприятий, руководитель управленных организаций было направлено 4 представления, содержащие конкретные меры по устранению имеющихся нарушений действующего законодательства. По результатам своевременного рассмотрения указанных представлений, проверяемые организации устранили имеющиеся нарушения. Общее количество экспертно-народических заключений, подготовленных специалистами палаты в очередном периоде, составляет 28. В рамках предварительного контроля за формированием бюджета в соответствии с положением бюджетной процессии Муниципального образования Башхабрский район, подготовлено и направлено Советом Народного депутата Муниципального образования Башхабрский район в заключении на соответствие состава представленных документах и материалах проекту решения Совета Народного депутата Муниципального образования Башхабрский район о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, а также подготовлены и направлены в Советном депутатах заключение на проект самого решения о бюджете на 2021 и на плановый период 2022-2023 годов. В рамках осуществления последующего контроля проведена внешняя проверка исполнения бюджета муспланового образования Кашкабрский район за 2020 год на сумму 919 308 800 рублей, которая включила в себя внешнюю проверку бюджетной отчетности пяти главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет о исполнении бюджета. Также в отчетном периоде подготовлены и направлены главным мусплановым образованием сельских поселений Кашкабрского района 18 экспертных заключений. Это 9 заключений по внешней проверке отчета о исполнении бюджета в сельских поселениях мусплановых образований Кашкабрского района за 2020 год на сумму 270 422 400 рублей и 9 заключений на проектное решение Совета народных депутатов муниципального образования сельских поселений о проектах бюджета муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов на сумму 397 270 900 рублей. Отдельным направлением деятельности контроля счетной палаты являлся оперативный текущий контроль исполнения районного бюджета 2021 года, включающий в себя анализ отчета в администрации района о текущем исполнении районного бюджета. По исполнению данного полномочия по контролю проведены три проверки отчетов о исполнении бюджета за первый квартал в полугодии 9 месяцев. В заключении контрольной счетной палаты установлено в порядке направлено к советному депутату муниципального образования Кашхабовский район. Также контрольной счетной палаты муниципального образования Кашхабовский район реализована полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях по отношению должностных лиц и учреждений, совершивших их. Для 2021 года составлен один протокол об административном нарушении и направлен в судебный участок номер 1 Кашхабарского района. В результате рассмотрения дела об административном правонарушении вынесено восстановление определения суда о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 10 тысяч рублей. Иная информационная деятельность КТП. Поскольку мы являемся членом Совета контрольно-счетных органов муниципальных образований в СПП, также с 2020 года мы вошли в состав СМО в Южном федеральном округе. Основными целями и задачами этого союза является укрепление взаимодействия контрольно-счетных органов муниципальных образований, направленное на повышение эффективности муниципального финансового контроля. У нас очень тесное взаимодействие, сотрудничество, поэтому за 2021 год мы принимали сотрудника контрольно-счетных органов в дистанционном формате, конечно, к сожалению, но тем не менее у нас очень интенсивное взаимодействие. Мы принимали участие в 12-м общем собрании представительства СМО в Южном федеральном округе, на общих собраниях членов Совета контрольно-счетных органов Республики Адыгея, заседаниях круглого стола СМО в Южном федеральном округе, в межрегиональной виде конференции руководителей муниципальных контрольно-счетных органов, семинарах, совещаниях, проводимые под эгидой СМО в Южном федерации, ну и также заседания Комитета по бюджетно-финансово-налоговым вопросам Совета народных депутатов муниципальных образований Крышхабрьский район и сессиях Совета народных депутатов муниципальных образований Крышхабрьский район. Основные задачи на 2022 год, как и прежде, Который учетная палата ставит в себе цель выполнения задач, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом номер 6 ФСЗ, а также иными законодательными актами. Основные направления деятельности Которого учетной палаты на 2022 год отражены в плане работы, в котором предусмотрено осуществление комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивающих реализацию задач и функций, возможных на Которого учетную палату. Следует отметить, что в 2021 году отнесены изменения в Федеральный закон об общих принципах организации и деятельности Которого учетного органа в субъекте Российской Федерации и Муниципальных образований, в котором дополнена компетенция ММО новым полномочиям по проведению и оценке реализма истерий и результата достижения цели социально-экономического развития Муниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования Муниципального образования. В 2022 году в подключенной палате будет продолжена работа по совершенствованию правового, методологического и информационного обеспечения муниципального финансового контроля. Одним из основных и важных вопросов, рассмотренных на сессии, – исполнение бюджета муниципального образования за 2021 год. По данной теме выступил начальник управления финансов Аслан Дагужиев. Исполнение консультированного бюджета за 2021 год характеризуется следующими основными итоговыми показателями. Общий объем доходов – 896,990,7 тысячи рублей. В том числе районный уровень бюджета – 827,539,3 тысячи рублей. Бюджет поселений – 137,630,000 рублей. Из общего объема доходов консультированного бюджета – 206,114,7 тысячи рублей. Это налоговые и налоговые доходы бюджета. В том числе на районном уровне налоговые и неналоговые составили 142,618,9 тысячи рублей. По поселениям этот показатель – 63,495,8 тысячи рублей. Безвозмездные поступления бюджета составили 690,876,000, из которых дотации – 247,708,000 рублей. Субсидии – 122,691,000, субвенции – 292,961,000 и наиболее бюджетные трансферты – 19,350,3 тысячи рублей. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 8,111,000. Это поступление от ООО «Южгазэнерджи» в соответствии с соглашением от 11 января 2021 года об участии в социально-экономическом развитии Кашхабрского района, которое было заключено между администрацией района и ООО «Южгазэнерджи». В данном случае эти средства были направлены для оплаты услуг по изготовлению и сопровождению проекта смертной документации по мероприятиям, реализуемым в рамках национального проекта и федеральных целевых программах. Прочие безвозмездные поступления составили 1,896,5 тысячи рублей. И возврат целевых остатков, образовавшихся на 1 января, составил 1,841,8 тысячи рублей. Основными источниками формирования налоговых и неналоговых доходов являются налогно-доходы физических лиц – 46,688,000 – это 22,7% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. Арендная плата за земли, государственная собственность на которой не разграничена – 46,77,1 тысячи рублей, тоже или также 22,7%. Налоговый на совокупный доход – 42,664,9 на 20,7%. Налогное имущество организации – 19,729,3%, 9,6%. Акцизы на горячо-смазочные материалы – 19,330,000 рублей, 9,4% и земельный налог – 13,833,4 тысячи рублей, 6,7%. Вот эти 6 видов налоговых, вернее 5 налогов и 1 неналоговый доход в виде арендной платы составили 91,8% от общей доли налоговых и налоговых поступлений, а в сумме – 188,892,7 тысячи рублей. Наибольшую дельную весть занимают, как видно из перечисленного, это дологные доходы физических лиц и арендная плата за земли за прошлый год. В отношении исполнения годового плана сложилась следующая картина. По консолидированному бюджету при годовом плане по налоговым и неналоговым доходам равном 201,563,3 тысячи, исполнение составило 206,114,7 тысяч рублей, 102,3% по точненному плану. В том числе район. План 138,599,000, факт 142,618,9 тысяч рублей, 102,9%. Бюджеты поселений. План 62,964,3 тысячи, факт 63,495,8 тысячи, 100,8% годового плана. Что касается исполнения в сравнении с прошлым годом, фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов за предыдущий отчетный год составило 148,528,1 тысячи рублей. В том числе район 93,548,6 тысячи рублей, поселение 54,979,5 тысячи рублей. То есть по отношению к прошлому году поступления составили консолидированный бюджет района 138,8%, фактическое поступление в абсолютном выражении на 57,586,6 тысячи рублей больше, чем в 2020 году. Районный уровень 152,5% на 49,070,3 тысячи рублей больше, чем в 2020 году. Бюджеты поселений 115,5% на 8,516,3 тысячи рублей больше, чем за предыдущий год. Это что касается доходов. Что касается расходов бюджета за 2021 год. Общая сумма расходов консолидированного бюджета составила 895,860,000 рублей. Из них заработная плата с начислениями на нее 586,9 миллиона, это 65,5% от общей суммы расхода. В том числе расходы бюджета муниципального района 823,688,3 тысячи рублей, из которых расходы на заработную плату 541,8 миллиона рублей, это 65,8% от общей суммы расхода. Расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи, арендную плату и ГСМ составили 20,2 миллиона рублей, это 3,5% от общей суммы расхода. Расходы на обеспечение питания в льготных категориях детей в детских садах и школах составили 7,1 миллиона рублей. Расходы по обеспечению бесплатным горячим питанием учащихся первых и четвертых классов составили 13,2 миллиона рублей. Это чистое средство федерального и республиканского бюджета, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации поступают нам из вышестоящих бюджетов. Также осуществлены расходы на проведение капитального ремонта кабинета в школах в рамках республиканского дизайн-проекта «Точка роста». Общая сумма расходов составила 2,5 миллиона рублей, расходы по основным бюджетным сферам составили 608,7 тысячи рублей, в том числе образование 544,8 миллиона, культура 63,9 миллиона. Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в соответствии с муниципальным заданием, составили в 2021 году 464,2 миллиона рублей. В 2021 году на реализацию муниципальных, ведомственных и комплексных программ было направлено 753,7 миллиона рублей, это 91,5% от общей суммы расходов. Данный показатель учитывается при оценке исполнения бюджета, исполнении его качества и качества управления муниципальными финансами. По непрограммным направлениям расходов исполнение составило 70 миллионов, это 8,5% от общей суммы расходов. Что касается исполнения национальных проектов, мероприятия по которым реализуются на территории Кашхабельского района. Ряд национальных проектов реализуется уже с самого начала их утверждения на федеральном уровне. В прошлом году первый это региональный проект формирования современной городской стадии. В рамках данного проекта реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, квартирных жилых домов, проездов на дворовых территориях, квартирных жилых домов и общественных территорий в ауле Кашхабель, поселке Дружба и поселке Майска. Всего направлено средств 5,611,7 тысячи рублей. Второе. Региональный проект «Успех каждого ребенка». В рамках данного проекта реализованы мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общообразовательных организациях, расположенных в сельской местности. Капитально отремонтированы спортивные залы в СОШ-4, Аулахачу, и СОШ-7 поселка Майске. Всего направлено средства на эти цели 3,987,5 тысяч рублей. Средства выделяются, как и в предыдущем проекте, так же из бюджета всех уровней. Региональный проект «Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры и культуры», так называемый проект «Культурная среда». В рамках данного проекта осуществлен капитальный ремонт Дона культуры села Вольного. Общая сумма средств составила 9,436,4 тысяч рублей, так же из бюджета трех уровней – федеральные, республиканские и местные. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В рамках данного мероприятия освоено средства на сумму 51,633,9 тысяч рублей, в том числе средства, поступившие от Государственной корпорации «Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» – 42,279,6 тысяч рублей, средства республиканского бюджета – 427,1 тысяч рублей, средства местного бюджета – 8,927,2 тысяч рублей. Средства были направлены на выкуп и приобретение жилья. Также ежегодно Кашхамерский район принимает участие в реализации на территории района ряда федеральных целевых программ на условиях софинансирования расходов. Кашхамерский район также не был исключением. Перечень мероприятий, реализованных на территории нашего района в 2021 году с привлечением средств республиканского бюджета Республики Адыгея и средств из федеральных источников, выглядит следующим образом. В рамках государственной программы Республики Адыгея «Комплексное развитие сельских территорий» осуществлена реконструкция автомобильных в майском сельском поселении. Общая сумма средств составила 11 миллионов 875,6 тысяч рублей, в том числе федеральный бюджет 8,9 миллиона, республиканский 2,9 миллиона, средства бюджета поселения 11,9 тысяч рублей. То есть софинансирование там мизерное идет, что как бы выгодно и благоприятно для местных бюджетов. В рамках той же программы проведено обустройство парка «Аллея памяти» в поселке Майском. Общий объем средств 1 миллион 239,1 тысяч рублей, в том числе федеральный 858,7 тысячи, республиканский 8,7 тысячи, районный уровень бюджета 309,8 тысячи и в небюджетные источники 61,9 тысячи рублей. В рамках этой же программы проведены мероприятия по устройству тротуара «Аллея памяти» в поселке Майском. Общий объем средств 1 миллион 817,3 тысячи рублей, федеральный 1,481,7 тысячи рублей, республиканский 14,9 тысяч, район 320,7 тысячи рублей. Государственная программа Республики «Аллея» обеспечения доступными комфортным жильем и коммунальными услугами, реализованными мероприятиями по обеспечению жильем молодых семей по линии Министерства строительства и ЖКХ Республики «Аллея» Всего направлено средств на 1,757,5 тысячи рублей, из них федеральных 492,7 тысячи рублей, республика 1,034,7 тысячи, район 1,231,1 тысячи рублей. В рамках той же программы обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под оперкой попечительства. Всего направлено средств на 1,367,5 тысячи рублей, все они выделены из республиканского бюджета Республики «Аллея». Подпрограмма энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В рамках этой программы осуществлен капитальный ремонт системы отопления зданий администрации Брич-Синского сельского поселения. Всего средств 1,361,8 тысячи рублей, из которых республиканские 674,1, а в небюджетные источники 687,7 тысячи рублей. Государственная программа развития культуры. Реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных домов культуры. Были приобретены музыкальные инструменты, оборудование и мебель. Всего направлено средств 1,893,000 рублей, из них 1,855,3 федеральные, республиканские 18,7 тысячи и районы 19 тысячи. В рамках этой же программы выделены средства на комплектование книжных фондов библиотек на сумму 162,4 тысячи рублей. В рамках программы «Профилактика правонарушений и предупреждения чрезвычайных ситуаций» реализованы мероприятия об устройстве пешеходных переходов в Ауле Бючексин, в Ауле Кашхабль и Сергея Вольная. Общий объем средств 1,111,000, из которых 1,000,000 ровно. Это республиканские средства, 111,000 средства местного бюджета. Юрухайская, Игнатьевская, Кашхабльская, Бючексинская. В рамках указанных проектов проведены следующие мероприятия. Благоустройство общественной территории по улице Шаргенова Аула Юрухай. Установка уличных спортивных силовых тренажеров на территории игровой площадки по улице Ленина в хуторе Игнатьевский. Ремонт участка улицы по улице Степная в Ауле Кашхабль. Благоустройство детской игровой площадки по улице Карла Маркса Аула Бючексин. Общий объем средств 4,987,3 тысячи рублей, из которых 3,200,000 из республиканского бюджета. За счет бюджетов поселения и средств, поступивших от населения предпринимателей, 1,787,3 тысячи рублей. Ну и что касается исполнения майских указов президента Российской Федерации в отношении средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. В 2021 году, как и ранее, предприняты меры по безусловному исполнению указов президента Российской Федерации, касающихся уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных, дошкольных и образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и работников культуры. В результате, по итогам 2021 года, фактический уровень средней заработной платы выше названных категорий работников, сложился следующим образом. Педагогические работники дошкольных и образовательных учреждений. При плановом показателе средней заработной платы равны 25,757,62, факт составил 26,209,72, 101,8% показателя. Педагогические работники общеобразовательных учреждений. План 28,198, факт 29,035, 50 копеек, 103%. Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей под ведомственных к министерству образования. Это центр дополнительного образования детей и детская и юношеская спортивная школа. План 33,440, факт 33,486, 6 копеек, 103,1%. Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей под ведомственных к министерству детской школы искусств. План такой же 33,440, факт 33,491, 86 копеек, 103,1%. И наконец работники учреждений культуры при плане 29,532,90 копеек, факт 29,577,46 копеек, 102,0% показателя. То есть целевые ориентиры, установленные дорожными картами, выполнены в отношении всех категорий работников. В конце 2021 года была проведена работа с Министерством финансов Республики Адыгея по обеспечению завершения года в надлежащем порядке. В итоге, согласно результатам рассмотрения представленных нами расчетов, согласно обращению руководства района в кабинете министра Республики Адыгея и к руководству Республики было выделено дополнительные дотации в общем объеме 25 миллионов рублей, что позволило завершить финансовый год, обеспечить выплату заработной платы в полном объеме, включая заработную плату за декабрь до истечения финансового года. Также в соответствии с установленным порядком осуществлялось формирование представления Министерства финансов Республики Адыгеи ежемесячных и ежеквартальных отчетов, пояснительные записки об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования, отчеты по сети штатам и контингентам. В течение 2021 года со стороны Министерства финансов Республики Адыгея замечаний, нареканий и недостатков, касающихся порядка и сроков представления и качества представления отчетности не было. То же самое касается и годового отчета за истекший год, который был представлен в установленной сроке, проведена проверка и получено соответствующее заключение Министерства финансов Республики Адыгея. Ежемесячно осуществлялась сферка в соответствии с показателем бюджетной отчетности с федеральным казначейством. Ежемесячная информация об исполнении бюджета размещается на официальном сайте администрации муниципального образования, в информационно-телекоммуникационной сети интернет. Ежеквартальная информация предоставляется Совету народных депутатов района и также размещается в сети интернет, официальном сайте администрации. В соответствии с действующим законодательством осуществлялось введение муниципальной долговой книги. За докладчиком по данному вопросу стала председатель счетной палаты Светлана Ворокова, которая отметила, что исполнение районного бюджета в 2021 году в целом соответствует действующему законодательству. Уважаемые депутаты, заключение по внешней проверке на годовой отчет обслуживания бюджета муниципального образования в Шаба-Скерене за 2021 год вам все представлено наручно в полном объеме. В заключении подробный анализ всех основных характеристик по разделам и по подразделам. Поэтому сейчас хочу заинтересовать свое внимание на следующие моменты, немаловажные, которые являются тоже требованиями и нормами действующего законодательства. В соответствии с требованием статьи 58 устава муниципального образования в Шабовский район, статьи 29 положения в бюджетном процессе муниципального образования в Шабовский район, администрация района представляет годовой отчет об исполнении районного бюджета или подготовке заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Бюджетная отчетность за 2021 год представлена как ровно-четную палату с соблюдением установленного срока. В заключении на годовой отчет об исполнении бюджета подготовлено в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе годовой бюджетной отчетности. В составе документов и материалов представленных одновременно с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования в Шабовский район за 2021 год в полной мере соответствует перечню документов и материалов, установленных статьей 28 положения о бюджетном процессе муниципального образования в Шабовский район. В соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Советской Федерации и со статьей 29 положения в бюджетном процессе в муспарном образовании Кашхамский район, при подготовке заключения, в котором у счетной палаты была проведена внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. Предметной проверкой являлась бюджетная отчетность пяти администраторов бюджетных средств, представленная в составе форм, предусмотренной статьей 264.1 Бюджетного кодекса Советской Федерации и приказами СССР 28 декабря 2010 года, номером 191-М. Проверка и оценка достоверности показателей бюджетной отчетности проводилась на выборочной основе. Бюджетное назначение, отраженное в годовой отчетности всех администраторов бюджетных средств, соответствует решению бюджета на 2021 год. Расхождение данных в годовой бюджетной отчетности с данными проекта решения об исполнении бюджета муниципального района на 2021 год не установлено. В ходе исполнения бюджета муниципального образования Кашхабрский район в установленном порядке приняты изменения и дополнения, необходимость внесения которых была обоснована управлением финансовом муниципального образования Кашхабрский район при принятии их Советом народных депутатов Кашхабрский район. Исходя из вышеизложенного, которым счетная палата муниципального образования Кашхабский район отмечает, что исполнение районного бюджета в 2021 году в целом соответствует действующему законодательству и может быть утверден Советом народного депутата муниципального образования Кашхабский район. Начальник отдела имущественных отношений Азамат Хупов представил присутствующим отчет о деятельности отдела за прошлый год. Отдел имущественных отношений Администрации муниципального образования Кашхабский район является структурным подразделением Администрации муниципального образования Кашхабский район. Отдел своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея в уставе муниципального образования Кашхабский район нормативно-правовыми актами Совета народного депутата и главы муниципального образования Кашхабский район, а также положением об отделе имущественных отношений Администрации муниципального образования Кашхабский район. Эффективность работы отдела администрации муниципального здания Кашхабрского района оценивается по конечному результату проведенных мероприятий. В рельсе муниципальной собственности Кашхабрского района находятся 360 объектов недвижимости и недвижимое имущество в количестве 431 520 единиц. Полная учетная стоимость имущества составляет 1 051,5 миллиона рублей. Учет сведений об объектах, администрирование налогов и доходов бюджета, введение единого информационного ресурса для управления объектами муниципальным имуществом, земельными участками и договорами аренды отдела муниципальных отношений ведется в программном комплексе БАРС имущества. В соцсетях муниципального образования Кашхабрского района находятся 52 учреждения. Произведена инвентаризация всех учреждений Кашхабрского района, выявлено движимое имущество, морально устаревшее, непригодное к использованию и подвижающее списание в количестве 104 единиц на сумму 2 385 471 рублей. В 2021 году произведена регистрация права муниципальной собственности на здание физкультурно-раздоровительного комплекса БАУЛИ Кашхабрского. Постановлено учет один объект как без хозяина. Это водоспускаемое сооружение общей площадью 4227 квадратных метров в поселке Майска. Сформировано 2 земельных участка под фельдшерские пункты, 4 земельных участка под физкультурно-раздоровительные комплексы, 2 земельных участка под ДК и 1 участок под спортплощадку. Согласованно, утверждено и постановлено на государственный кадастровый учет 97 земельных участков. Отделом продолжался процесс племопередачи объектов, связанных с разграничением полномочий между федеральными, республиканскими и муниципальными органами власти. В 2021 году муниципальную собственность в муниципальном раздавании Кашхабрского района принято 2448 единиц движения имущества на общую сумму 14 614 000 рублей. Показателем эффективного управления распоряжением земельным участком является объем поступления денежных средств в местный бюджет от арендной платы за использование муниципального имущества. Земельный фонд Кашхабрского района составляет 60 596 гектар. Основную долю земельного фонда района занимает земельных хозяйственных значений на площади 55 783 гектар. В арене находится 905 земельных участков, из них 309 земельных населенных пунктов и промышленности, общей площадью 137,2 гектара. И 596 земельных хозяйственных значений, общей площадью 10 911 гектар. Это земли под объектами сельхозяйственного производства, а также паши, усынокосы и так далее. На 1 января 2022 года бюджет муниципального раздавания Кашхабрского района поступило 48 176 900 рублей. Прогноз 44 263 800 рублей, что составило 109% переполнения определенных поступлений. Это доходы от продажи земельных участков на сумму 1 477 300 рублей. Доходы от аренды муниципального имущества 118 500 рублей. Доходы от аренды земельных участков 46 550 000 рублей. На 1 января 2021 года задолженность по арендной плате составляла 6 60 000 000 рублей. За 2021 год отделом направлено 224 претензии на общую сумму более 10 000 000 рублей. Задолженность по арендной плате на 2022 год 1 января составляла 7 800 000 рублей. То есть увеличение задолженности составило 28,7% за счет повышения арендной платы. Одним из направлений деятельности по увеличению доходной базы бюджета от использования земельных ресурсов является работа по предоставлению земельных участков гражданам, юридическим лицам, собственность, аренду, постоянно бессрочное пользование, а также по предоставлению земельных участков гражданам, юридическим лицам, подсредство капитальных объектов и формирование земельных участков для их дальнейшего реализации посредством торгов, то есть аукционов. В целях реализации муниципальных услуг по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности, на которых не разграничен отдел, в 2021 году осуществлялась следующая работа. Заключено 44 договора аренды земельных участков площадью 198,5 гектара на общую сумму 1,059,400 рублей. Из них 70% договора приходится на долю земельных земельных хозяйственного назначения, площадь которых составляет 194,6 гектара на сумму 918,800 рублей. Оставшиеся 3,9 гектара попали под категорию земельных селённых пунктов, сумма которых составила 140,550 рублей. Помимо этого, в собственность предоставлено 23 земельных участков площадью 27,9 гектара, в результате продажи которых в бюджет Кашкабовского района поступило движение средств в общей сумме 1,477,300 рублей. В 2021 году истёк срок действия 20 договора аренды общей площадью 41,6 гектара на сумму 113,900 рублей. В рамках реализации законной республики Адыгей от 28 декабря 2011 года, номер 59, о предоставлении граждан, имеющих трёх и более детей в земельных участках, собственность бесплатно. Было предоставлено 145 земельных участков. В целях реализации статьи 39.5 земельного контракта Советских Федераций отделом осуществлялась работа по обеспечению семей, имеющих трёх и более детей, земельным участком бесплатно. Было сформировано 179 земельных участков, предоставлено годитом 145. Для дальнейшего предоставления семей, имеющих трёх и более детей, везде имеется 34 участка. Мероприятия, запланированные к исполнению в 2022 году, это оптимизация состава муниципального имущества путём проведения проверок использования муниципального имущества, проведение мероприятий списания или приватизации выявленного морально устаревшего неиспользования имущества, либо передача его в аренду. Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности в аренде оплаты за пользование муниципальным имуществом. Обеспечение земельным участком на годит на 7, по мере их посломарки на учёт. Народными избранниками были рассмотрены и остальные вопросы, по которым вынесены соответствующие решения.